The Telegraph. Великобритания-Турция подпишет новый контракт о поставках ЗРК с Россией, и это нанесет очередной удар по отношениям с США. Генеральная репетиция парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Источник изображения – РИА Новости, Алексей Даничев. Турция должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что приведет к введению санкций, которыми ей грозили США, напоминает автор британского издания. Турция уже начала испытывать недавно приобретенные российские ЗРК против американских истребителей. По сообщению Москвы, Турция должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений с США и привести к введению санкций, которыми ей грозили. Анкара в июле получила первую партию российских ракетных комплексов класса «Земля-Воздух», из-за чего США исключили Турцию из программы производства и поставок истребителей. Ф-35. Администрация Трампа предупредила Анкару, что в отношении нее могут быть применены санкции, но сказала, что Анкару можно освободить от санкций, если она не активирует систему С-400. Но вчера эта страна-член НАТО еще на шаг приблизилась к введению против нее ограничений, когда начала испытывать недавно приобретенные российские ЗРК против американских истребителей. На видео первого испытания, которое началось в понедельник и продолжилось во вторник, были видны радиолокационные антенны ЗРК, вращающиеся над авиабазой недалеко от столицы. В качестве учебных целей во время испытания использовались американские истребители F-16, что, вероятно, вызовет раздражение в Вашингтоне. Вполне возможно, что первые испытания проводились лишь для того, чтобы убедиться, что радары работают исправно или чтобы проверить, могут ли они должным образом отличать свои самолеты от самолетов противника. США, а также НАТО были обеспокоены тем, что турецкие военные могут провести именно эти испытания, в результате чего Россия могла бы получить представление о возможностях западных самолетов. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил на прошлой неделе, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила. Но глава Рособоранэкспорта Александр Михеев заявил в интервью во вторник, что Москва в первой половине следующего года надеется заключить контракт о поставке Турции второго полкового комплекта за РК С-400. «Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», — приводит слова Михеева агентства РИА Новости. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы. После того, как прозвучало заявление Александра Михеева, появилась информация о том, что во вторник президент Таип Эрдоган заявил, что до апреля следующего года представители турецких и американских властей будут искать пути урегулирования разногласия между союзниками по НАТО по поводу покупки и эксплуатации С-400. Работа продлится до апреля, и ее будут вести министры обороны и иностранных дел наших стран. «Надо выяснить, к каким результатам мы сможем прийти», — цитирует телеканал НТВ слова Эрдогана, отвечавшего на вопрос, каким образом они намерены урегулировать разногласия. Напряженность в отношениях Турции с США и НАТО вызвана покупкой ЗРК и наступательной операцией, предпринятой Эрдоганом на севере Сирии. США попросили Анкару проявлять сдержанность при проведении операции, которая, как заявляет турецкая сторона, направлена против курдских ополченцев, являющихся, по ее мнению, террористами. Турцию и союзников из числа сирийских повстанцев обвиняют в совершении в этом районе военных преступлений против гражданского населения. Джозиенсер Право на данный материал принадлежат и на СМИ. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Оригинал публикации материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции в АПК. НЕМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова